Достопримечательности Айхала – родные улицы, знакомая природа, промышленные предприятия. Дети рисуют родной край. Тема свободная, каждый изображает, что хочет. Авторы работ – воспитанники художественного отделения детской школы искусств. У каждого ребенка свое восприятие, свое видение нашего поселка. Какие-то определенные места, которые запомнились, запоминаются. Многие дети, заканчивая школу, уезжают в другие регионы, в другие комитета и оставляют какую-то частичку своего видения этого поселка в наших работах. Мария Черемных рисует с малых лет. В школе искусств занимается с удовольствием и уже освоила разные техники живописи. Что нарисовать на тему «Мой поселок» Мария долго не раздумывала. Я с родителями почти каждый год хожу на демонстрацию 1 мая. И поэтому я решила выбрать эту тему. Женщина изображена. А вот за ней она смотрит, как идет парад. У нее букет цветов в руках. Цветные карандаши, акварель, гуашь, фломастеры, аппликации и коллажи. Юные художники творили в разных стилях и жанрах. Кто-то рисовал, уходя в фантазии и мир будущего, кто-то писал с натуры. Мы знакомились перед этим с историей Якутии, откуда, что, как появилось. Все уже на основе знаний, каких-то приобретенных в школе. Они советуются с родителями, очень часто приносят из дома идеи. На этой основе мы уже создаем рисунки, композиции, образы. Приполярный Айхал многонациональный. Поэтому многие работы школьников были посвящены колоритным праздникам и людям разных народов. Я нарисовала придуманную красавицу якутскую. Я ее из мультика срисовала. Не получилось не особо похоже, но получилось. Я всегда использую практически краски. Ну, иногда даже карандаши, масляную пастель иногда. Каждый посетитель выставки может поделиться своими впечатлениями от увиденных работ. В книге, отзывах и предложениях уже не один десяток комментариев. Посетители восхищают талант ребят. Они выделяют работы на тему «Якутия. Наша Родина». Ну и, конечно, желают новых творческих идей юным художникам. На стендах представлены не все рисунки. Некоторые работы были отправлены на международный конкурс. Ознакомиться с творчеством юных художников можно во Дворце культуры. Выставка продлится до 15 мая. Оксана Мизинцева, Александр Дамонтович, телеканал «Алмазный край».